В Щелкове определились победители финала соревнований общероссийского проекта «Минифутбол» в школу среди команд общеобразовательных учреждений Московской области. 7 марта в Универсальном спорткомплексе Подмосковья встречались победители зональных туров среди мальчиков, выступавших в четырех возрастных категориях. Среди самых старших первое место заняла команда из Климовска, второе – футболисты школы номер 13 имени Джанибекова из Щелкова, третье – из Красногорска. 8 марта в женский праздник в УСК боролись за победу юные футболистки. Проект российский проводится во всей России, во всех регионах. Уже в этом году исполняется 15 лет. Данное, если брать Московскую область, то первоначальный этап проводится с сентября по ноябрь внутри школ, определяются сборные команды, и дальше они выступают в областных соревнованиях, в отборочных, которые проводились в начале февраля. И сейчас у нас уже областной финал. Наша съемочная группа засняла финальную игру, в которой встретились школьницы 2008-2009 годов рождения из Орехова-Зуева и из Щелкова. Игра проходила очень азартно. Общее время закончилось в ничью, и только в серии пенальти футбольное счастье улыбнулось девочкам из Орехова-Зуева. Финальные игры проходили одновременно в малом и в большом залах. В полуфинале между командами из Одинцова и из Балашихи со счетом 5-0 победили девушки из школы поселка Жаворонки Одинцовского городского округа. Получается, я уже 4 года занимаюсь футболом, и 3 раза уже ездили, мы попадали сюда в полуфинал. Какие успехи? Ну, играю за школу. Я младше, получается, на 2 года всех. Но уже играю в стартном составе. И на чемпионат России мы ездили с командой. Всего в Московской области в проекте «Минифутбол в школу» приняли участие около 2000 команд. Все, с кем нам удалось поговорить между играми, очень хвалили организацию финального первенства, которая проходит в Щелкове в одном из лучших в регионе физкультурно-оздоровительных комплексов – в ОСК Подмосковье. Сначала Одинцовский район. Это 54 школы выиграли первое место. Потом играли по зоне Запад Московской области. Это было 8 лучших команд также по районам. Звенигород, Нарафаминск, Краснознаменск, Одинцовский район и прочее. Победители уже приехали сюда. В Щелково на финальные игры приехали более 800 школьников. Победители областного этапа будут представлять наш регион на всероссийском финале, который стартует 22 марта. Кстати, он тоже будет проходить в Щелкове. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.